Слово пацана. Сериал, который сейчас рвет просто все рейтинги, как угодно можно относиться к его, не знаю, сценариям, режиссерским ходам, вообще необходимости такого сериала в нынешнее время. Но вот на Украине местные ура-патриоты просто рвут на себе остатки волос. Сейчас этот сериал бьет все, держит первое место в Google Трендах, бьет все рекорды в ТикТоке, а саундтрек возглавил рейтинг самых популярных песен на Украине, и уже местные вот эти ура-патриоты советуют родителям прислушаться к сленгу своих детей и чуть ли не тащить их в СБУ, если они слушают условно татарские песни, да, и говорят словами из сериала. Может быть, только ради этого и надо было известно. Да, у этих на все одна реакция. Позвонить в СБУ, пусть отвезут на подвал, поломают ноги, выдернут ногти, и Украина расцветет от своего украинского счастья. Идиоты, натуральные идиоты. Вот, смотрите, там, если ваш ребенок употребляет слово чушпан. Вы же раньше не слышали, что ли, идиоты. Это вообще там за гранью добра и зла. Сериал отличный. То есть тут и у нас истерика поднялась. Дети сейчас посмотрят и соберутся в подростковые банды. Подростковые банды давным-давно вымерли, для них нет никаких условий и не появятся. Ни в том виде, ни даже рядом. Ой, дети посмотрят и пойдут организовывать. А ваши дети, когда «Преступление и наказание» прочитали, взяли топоры и пошли убивать местных бабушек-ростовщиц? Нет? Странно как-то. А сериал «Бригада», он способствовал расцвету организованной преступности, да? Или появился после того, как всю организованную преступность уже задушили. И даже бизнес из-под черных крыш ушел под красные. Был и такой, так сказать, период в истории родной страны. Чушь какую-то городят. Вы бы лучше задумались о другом, дорогие интеллектуалы. Как дети, которые выросли на добрых советских мультиках, на книжках типа «Как закалялась сталь», на «Судьбе летчика Моресьева». Вот как эти дети, выросшие на таких фильмах, на сериалах «Вечный зов», там «Тени исчезают в полдень». Тогда тоже были сериалы. Это просто мало было, но зато их все смотрели абсолютно. Ну, так вот как дети, которые росли на добротных советских фильмах и книгах, которых окружала добротнейшая советская пропаганда, которая призывала только к хорошему. А как из них получались вот такие упыри? Вот про это задумайтесь. Вот это вот гораздо правильнее и важнее. Ну, а этим украинским имбецилам туда и дорога. Ну, что ж.